Пострадавшая от изнасилования в скоростном поезде решилась на смелый шаг. Девушка выступила перед камерами во время круглого стола на тему сексуального насилия. Она рассказала о страшном случае и о том, с чем столкнулась после инцидента. Благодарю вас за поддержку и понимание. Очень много было со стороны простого населения, поддержки. Очень много писалось в социальных сетях, кто-то даже в личку писал, кто понимал. Я пережила на самом деле очень страшное, унизительное, непоправимое горе. Что самое ужасное в этой ситуации, это был общественный транспорт. Это происходит практически 80% нашего населения передвигается поездами. То есть изнасилование я пережила именно в поезде, причем поезд это высшего класса, люкс-класса, который у нас существует. Я возвращалась домой после научной конференции. Полна творческих планов, задумок, проектов. То есть я сама по себе инициативный человек. В тот день ни о каком сексе даже речи не могло уйти, потому что у меня реально, мы закончили очень такой мощный модуль, были проекты реальные, связанные, даже скажу, что с историей Казахстана, что касается моего прошлого, пересекается с моим прошлым образованием. И в этом, знаете, наверное, я опаздывала на этот поезд, но, видимо, судьба, лах, я не знаю, решила, что мне нужно это все это пережить. Пять минут, там буквально даже не пять, даже три минуты я успела зайти в этот поезд, и поезд сдвинулся. Значит, не знаю, видимо, так должно было случиться. Когда я покупала билет, я была уверена, что я доверяю свою жизнь в руки профессионалов. За пережитого со мной стресса у меня до сих пор посттравматическая депрессия. По словам пострадавшей с того времени, она не успела доработать ни одного проекта. Ей пришлось продать фирму из-за невыполненных обязательств. Она также высказалась о слухах и домыслах в социальных сетях. Я могу одно сказать. Десять месяцев я доказывала и боролась за свою честь. И после этого я только услышала, что это была мутная история. Никто, ни проводники, ни следователь, никто не стоит на стороне жертвы. Все пытаются это дело даже не сказать, что примирить. То есть если в нашем законодательстве есть примирение сторон, то это примирение сторон только в суде получается. Но по сути они приводят к тому, что следователи сами подводят к тому, чтобы жертва взяла деньги и за неимением доказательств закрыть дело. То же самое произошло само. У всех был вопрос, почему я не кричала. Здесь есть психологи, они ответят, что у каждого человека своя реакция. У меня реакция, я не могу ни кричать, ни двигаться, у меня пропадает голос. То есть это моя реакция. Вы не представляете, как это очень страшно, когда ты в 4 часа спишь, и на тебя наваливается какое-то тело. 4 часа, 4 часа утра, ты даже не понимаешь, где ты находишься. В замкнутое пространство. То есть в те минуты думаешь, как бы самоотстраняешься, что ли. То же самое главное, чтобы тебя, я не знаю, чтобы тебя не убили. Это вот такой страх, который он тебя просто-напросто парализует. Сказали, почему я не кричала. Когда пришел второй, и все говорят, а когда пришел второй, у меня всегда возникал вопрос. Вы реально думали, что ко мне придет второй насильник? Вы реально думали, что я лежала и ждала второго насильника? Это были слова следствия. Это было все время. Почему я не кричала? Почему я после первого насилия не пошла и не стала говорить? Я говорю, я была в таком шоке. Извините. Здесь все следователи подводили к обоюдному сексу. Но какой обоюдный секс может быть, если непосредственно проводник в моем отсутствии, он отселил пассажиров, который уехал в моем купе. Он уже подготовился. То есть когда я пришла в купе, он уже сидел, распивая пиво. Очень много вопросов было, была ли я пьяна. Был вопрос, это даже к судье. Судья сказал, что нет, мы не были пьяны. Я не распивала пиво с проводником. Пострадавшая просит ужесточить закон по сексуальному насилию. Она, как и многие, не согласна с маленьким сроком наказания ее насильников. Я прошу принять во внимание, что я не просто проходила следствие и суды. Я прошла через преследование и травлю. Мне устраивали это родственники подсудимых. Они знали мои адреса, адреса моих родителей. Все это благодаря следствию. Они преследовали мою семью несколько месяцев. Мне даже было сложно иногда выйти в рабочие дни на работу, потому что они знали мою машину, а зимой, прежде чем выехать, всегда машину подогреваешь. И они по 45 минут ждали возле двери, чтобы выждать меня. Я потеряла почти год жизни из этих двух преступников, которые воспользуются своим положением и просто использовали мое тело в своих каких-то физических потребностях. Я как жертва насилия прошу ужесточить закон по сексуальному насилию. Два с половиной года. Вы считаете это справедливо? Я прошу обеспечить безопасность женщинам и детям в поездах КТЖ. Представители КТЖ. Если бы хотя бы какая-то кнопка экстренной помощи вызова была. Я не знаю, камеры наблюдения мне бы не надо было доказывать столько месяцев, что это не было обоюдно. Были, я не знаю, разделения по купе на женские и мужские. Не знаю, если женщины-пассажирки, то обслуживание должно хотя бы женщин-проводников, проводниц быть. Хорошо, ну тогда должны быть, хорошо у вас же есть инструкции, которые должны были соблюдаться. По правилам перевозки у вас же есть внутренние инструкции. Руководство, кто следил за внутренним распорядком. Я скажу еще про второго подсудимого. Он сказал, что у него презерватив был всегда. Первому презерватив также дал сотрудник КТЖ. То есть после всего того, что когда я пошла, после самого факта, я когда пошла босиком, я пришла, то есть у меня не было голоса. Это подтверждено даже в показаниях самого Фурдепала, что я очень тихо говорила, потому что я приходила в себя. Все прибежали сотрудники, проводники. И знаете, что они сказали? Вы что делаете? У него же есть семья, у него же есть дети. А что я, если у меня нет семьи? Меня можно селать? Все сотрудники, все сотрудники, они только просили, чтобы я не писала заявление. Мне пришлось держать дверь. Они говорят, дверь закрывается снутри. О чем вы говорите? Они открывали снаружи дверь и пытались со мной договориться. И все это буквально, начиная с Кустанайской области, подсели ко мне в Айтихиби. То есть столько времени, и каждый пытался подойти. Уже и на казахском языке. Уже вы что делаете? Ты же рушишь чью-то жизнь. У него семья, а я? Если у меня нет детей, у меня нет семьи, что мне можно силовать? Извини. Напомним, в сентябре 2018 года двое проводников пассажирского поезда Тальга изнасиловали жительницу Актюбинской области. Случай стал резонансным после того, как пострадавшая обратилась в фонд «Немолчайки-Зет». Проводников признали виновными и приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Пострадавшая намерена обжаловать решение суда. Редактор субтитров А.Семкин